Здравствуйте! В эфире программа подробности, подробно о главных событиях, произошедших в нашем городе и в нашей стране. Безусловно, одним из таких событий стало принятие Государственной Думы страны, закона о выборах депутатов Государственной Думы. Закон приняли в конце прошлой недели. И вот как мы теперь будем избирать депутатов Госдумы и вообще о новеллах выборного законодательства, поговорим с нашим сегодняшним гостем. Это депутат Государственной Думы Николай Булаев. Николай Иванович, здравствуйте! Добрый вечер, сын. Когда уходил в Федеральное агентство по образованию, в общем-то, с 99-го года был избран в первый раз и избирался и по одномандатному округу, и по списку. Я должен сказать, что это разные состояния вот такого депутатства и отношения к своей работе, когда ты избираешься по списку и по одномандатному округу. Я не говорю, что депутаты-одномандатники или депутаты-списочники кто-то выше того или другого, но это разные. Это разные отношения к работе с избирателем, это разные отношения избирателя к тебе. И мне кажется, вот в нынешнем периоде, когда власть пытается сделать так, чтобы ее доступность, ее открытость была максимальной, мне кажется, появление вновь возможности избирать депутатов-одномандатников, она отвечает этому предложению людей, этому предложению общества. И на сегодняшний день вот у меня в группе внутрифракционной 61 депутат. Из них немногие, те, кто когда-то проходил одномандатный округа, немногие, но есть те, кто проходил это и пять, и шесть раз. И я должен сказать, что вот сегодня и внутри группы этих людей можно тоже разделить на то, как они относятся к письмам, как они относятся к общению, как они относятся к работе в том условном округе, от которого он представлен. И мне кажется, все-таки возвращение 225 одномандатных округов и появление в следующем выборе в Думе с 2016 года 225 одномандатников – это правильное решение. Но для консолидации Думы, для того, чтобы мы понимали, какие идеи, какие предложения будут депутаты отставить, вот сохранение возможности избирать по партийным спискам, она тоже нужна, она тоже важна. Она консолидирует политическую систему и она развивает политические партии. Ну что же, напомню для тех, кто еще не в курсе, с нового, скажем так, политического цикла Госдума у нас будет избираться как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. 50% депутатов зайдут, приняв участие в прямых выборах в одномандатных округах, 50% по партийным спискам. Также, насколько я понимаю, введены некоторые ограничения, даже, наверное, снято ограничение на сбор подписей с парламентских партий и тех партий, которые набрали на предыдущих выборах более 3%. Я должен сказать, что не только для этих партий, да, для тех, кто набрал более, ну, в общем, так будем говорить, кто был на выборах в прошлом сезоне, в прошлой выборной кампании и набрал более 3%, они все избавляются от необходимости собирать подписи. Кроме этого, да, есть норма, согласно которой, если у вас есть в регионе, да, хотя бы в одном регионе, фракция или избранный депутат, вы тоже от этой обязанности освобождаетесь. И таких партий появляется уже достаточно много. Все остальные партии будут собирать подписи, и таких подписей нужно собрать не менее 200 тысяч. Причем в одном регионе не более 7 тысяч. И, на мой взгляд, это непростая задача, потому что вот то большое количество партий, которые войдут без сбора подписей, конечно, у них есть определенные фора. Конечно, они доказали, что их поддерживает избиратель. Что касается новеньких, то они собирают эти подписи. А что касается депутатов одномандатников, то те, которые выдвигаются от партий, которые подписи не должны собирать, то и они не собирают подписи. А те самые выдвиженцы, которые выдвигаются от партий, у которых есть необходимость, которые не собирают подписи, а просто выдвигают одномандатников, то, конечно, депутату, кандидату в депутаты нужно собрать подписи. И собрать их достаточно много. Их нужно собрать 3% от количества избирателей. И эта задача непростая, я знаю, я тоже собирал эти подписи. И при том отношении к очень пунктуальным избирательным комиссиям к тому, какие это подписи, какого качества, все достаточно непросто. Но я хочу сказать, что в итоге, что будем мы иметь? В итоге по тому составу кандидатов и по тем депутатам. Пройдут депутаты, которые вынуждены и должны и будут очень тесно в избирательной кампании общаться с избирателями, выслушивать их проблемы. И главное, они должны доказать, что они умели и умеют решать эти проблемы. Если это не будет доказано, то у нас будет достаточно сложная избирательная кампания у каких-то кандидатов. Кроме этого, параллельно мы приняли закон еще один, вводится, принимаем, рассматриваем, графа против всех. И здесь у избирателей есть и такое право. Причем... Вот это, насколько я понимаю, касается уже не только выборов в государственную думу, а абсолютно всех выборов, проходящих на территории Российской Федерации. Ну, кроме одних выборов, выборов президента. Да. То есть, с сентября графа против всех появится в бюллетене. Да. Если закон будет оформлен и принят как положено, такая графа появляется. Она достаточно жесткая, эта графа. И у людей есть возможность проголосовать против всех кандидатов, когда он не находит своего кандидата. Ну, нужно определенным отношениям все-таки здесь, наверное, уже сформированным таким внутри руководствоваться. Потому что количество кандидатов и количество партий, участвующих в выборах, большое. Если вы даже среди этого большого количества партий кандидатов не находите своего претендента, своего кандидата, которому вы могли бы заявиться как сторонник, то это будет достаточно странно. Это значит, что группа людей, не удовлетворенных предложением, должна быть очень большой. И они могут выразить свою точку зрения голосованием против всех. И при определенном количестве голосований оно, может быть, это голосование признано недействительным. Ну, то есть, если кандидат против всех, условно говоря, так его назовем, набирает больше всех голосов... Ну, побеждает. Выборы признаются несостоявшись. Да, побеждает кандидат против всех, и тогда выборы несостоявшись. Еще одна новелла избирательного законодательства, которая сейчас рассматривается вами, депутатами Государственной Думы, это запрет на участие в выборах, скажем так, людей, имеющих судимость. Да, там есть две категории людей. Людей, которые имеют судимость. Судимость, она может быть снята для тяжких и особо тяжких преступлений. Там разные временные сроки, в течение которых вы, по сути дела, ограничены в правах. После того, как судимость снята, 10 лет для тяжких, 15 лет для особо тяжких. Но это такой, на мой взгляд, больше профилактический. То есть, мы этим законом хотели бы профилактировать власть от возможности появления в ней людей, у которых прошлое небезупречно. И мне кажется, этот закон больше профилактический. Не думаю, что кто-то захотел бы, хотя такие случаи были, но с судимостью поучаствовать в выборной кампании. Мне кажется, эта профилактическая мера, она должна быть, и она имеет право на жизнь. И теперь, если все в совокупности эти законы вместе посмотреть на них, то мы увидим некую систему. Систему большего выбора из политических партий, систему выбора из одномандатников, систему проявления своей позиции, появляется графа против всех. И система ограничений связана с тем, что люди с прошлым, которые имеют серьезные уголовные правонарушения, на мой взгляд, это все создает более прозрачную и более понятную, и, может быть, более открытую систему избирательного права. Ну, вот оппоненты «Единой России», что касается вопроса судимости, говорят о том, что эти нормы в законе прописывались специально для того, чтобы не пустить на выборы Алексея Навального, который, как известно, имеет судимость по делу Киров-Леса. Дело в чем? Дело в том, что у каждого человека есть возможность доказать несправедливость предъявленных тебе обвинений рассмотрением его в нескольких судах. У Навального тоже есть такая возможность, или, по крайней мере, была. Обращайтесь и доказывайте неправомерность предъявленных обвинений, необоснованность принятого судом решения, и у вас не будет этой судимости. Ничего другого не дано. Если человек не хочет это доказывать, он согласился с предъявленным обвинением, он согласился с вынесенным наказанием. То есть, я в данном случае предлагаю любому человеку, если он считает, что он судом вынесен неправомерное решение, есть суд более высокой инстанции, идите и доказывайте. Тем более, такие публичные люди, у них всегда есть возможность на систему судебную использовать по полной программе, в полном объеме. Если человек ее не использует, он согласился, и он считает, что ему вынесено обоснованное обвинение. Николай Владимирович, я благодарю вас. Николай Булаев, депутат Государственной Думы России, был гостем программы «Подробности». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова